Я говорил по отношению этим. Хорошо, теперь еще запишем некоторые вещи, которые касательно проведения дискуссии. Был древний римский оратор Цицерон, который жил с 106 по 43 год до нашей эры. Он давал несколько рекомендаций. А. Прежде чем в речи добраться до самой сути, надо расположить слушателей в свою пользу. Рекомендации товарища Цицерона. А. Прежде чем в речи добраться до самой сути, надо расположить слушателей в свою пользу. Помните то, что я говорил о приятном собеседнике? Б. Украсить речь с помощью выразительных средств языка. Б. Украсить речь с помощью выразительных средств языка. Риторика. Помните, мы говорили? С. Закончить речь с достоинством и приятностью. То есть, когда мы заканчиваем речь, подводим какие-то определенные итоги, которые будут общими для нас. Обязательно. В этом случае. Итак, мы говорили о том-то и том-то. Мы пришли к такому-то и к такому-то выводу. Вы согласны с этим? Согласны. Значит, в следующий раз мы будем говорить дальше. Значит, закончить речь с достоинством и приятностью. И. Д. Определить ритм, в котором будет произноситься речь. Продумать, будет ли пауза, которая помогает обратить внимание на последующие слова. И так далее. Все сейчас мы говорим, то, что я вам говорю, это вы запишите как подытожение всего сказанного. С некоторыми комментариями. Еще 14 правил. 14 правил ритористов. Риторика, помните, вы говорили. Ритор. Ритор Горобец был известен в ВИИ, который изучал риторику в семинарии. То есть, то, что касается речи, изучалось предмет риторика. 14 правил риторики. Первое. Мы уже о нем говорили. Правило Гомера. Наиболее убедительен следующий порядок аргументов. Сильные, средние и самые сильные. 14 правил риторики Первое. Правило Гомера Наиболее убедительен следующий порядок аргументов Сильные, средние и самые сильные Потому что помните, что запоминаются первые и последние слова Второе. Правило Сократа Для получения положительного решения по очень важному для нас вопросу Поставьте его на третье место Не начинайте с этого важного вопроса Предпошлите ему два коротких простых для собеседника вопроса По которым он без затруднения скажет вам «да» Сократ, техник Маэфтики Это я вам все говорил, я сейчас подытоживаю Он задавал вопросы И на первые несколько вопросов собеседник что отвечал? Да А потом уже автоматически отвечал «да» и на следующий вопрос Который был важный для вас То есть правило Сократа Для получения положительного решения по важному для вас вопросу Поставьте его на третье место Чтобы по крайней мере было минимум два вопроса По которому ваш собеседник без затруднения скажет «да» Правило Паскаля Паскаль, газопредогревание расширяется Партия учит нас, что газопредогревание расширяется Паскаль, не загоняйте собеседника в угол Дайте ему возможность сохранить лицо Это очень важно Человеку выйти С, как говорится, приятным выражением лица Не загоняйте собеседника в угол Правило Паскаля Не загоняйте собеседника в угол Дайте ему возможность сохранить лицо Четвертое правило Убедительность аргумента Зависит от имиджа То есть образа И статуса убеждающего Согласны, если человек одет хорошо Или если он какой-то опытный пастор Или какой-то бизнесмен Или какой-то выдающийся деятель Он убедит больше, чем Студент МЖВА первого курса Итак Убедительность аргументов Зависит от имиджа И статуса убеждающего Пятое Не загоняйте себя в угол И не понижайте свой статус Хотя вы и не великий проповедник Не понижайте самого себя Не загоняйте себя в угол И не понижайте свой статус Не загоняйте в угол собеседника Но и себя тоже Шестое Не унижайте и не задевайте имидж собеседника Не унижайте и не задевайте имидж собеседника Такой император Естинян Жил примерно с 500 по 565 год нашей эры И он говорил Ты можешь человека убить Ты можешь человека заставить делать все, что угодно Не делай только двух вещей Не конфискуй его имущество Пока он еще жив И не унижай его Иначе ты поведешься врага себе на всю жизнь Правда? То есть правило Не унижайте и не задевайте имидж собеседника Иногда собеседник ваш понимает Что вы абсолютно правы Но если что-то оскорбляет и унижает его Он никогда не согласится с вами Седьмое К аргументам приятного нам собеседника Мы относимся снисходительно А к аргументам неприятного критически К аргументам приятного нам собеседника Мы относимся снисходительно К аргументам неприятного критически Даже если вы согласны с ним А он что-то говорит Ох, какой умник Он до этого додумался раньше меня Ух, гад Я за что с ним не соглашусь Восьмое правило Желая переубедить собеседника Начинайте не с разделяющих вас моментов А с того, в чем вы согласны с ним Когда вы спорите, да? Желаете переубедить собеседника Начинайте не с разделяющих вас моментов А с того, в чем вы согласны с ним То есть если вы говорите с евреем У вас есть очень много общего О чем вы с ним согласны И начинайте с этого. Не говорите, я то-то-то, а вы то-то-то. Знаете, вот у нас есть общее мнение по этому вопросу. По этому вопросу у нас общее мнение. А вот как вы решите по поводу того-то, того-то? Значит, к аргументу. Приятного собеседника относятся исходительно к неприятному критически. Желая переубедить собеседника, начинайте не с разделяющих вас моментов, а с того, в чем вы согласны с ним. Девятое. Проявляйте эмпатию. Что такое эмпатия? Сочувствие. Если человек понимает, что ты ему сочувствуешь, что ты ему не враг, это очень важно. Сочувствие, эмпатия. Способность постичь эмоциональное состояние другого человека в форме сопереживания. Я уже вам об этих вещах говорил, сейчас я просто подытоживаю. Десятое. Будьте хорошим слушателем. Одиннадцатое. Избегайте слов и действий, которые могут привести к конфликту. Избегайте слов и действий, которые могут привести к конфликту. Мы уже тоже об этом говорили. Двенадцатое. Проверяйте, правильно ли вы понимаете друг друга. Потому что мы можем говорить об одном и том же, помните? Но каждый будет понимать это по-своему. Постоянно в процессе вашей беседы проверяйте, правильно ли вы понимаете друг друга. Тринадцатое. Следите за мимикой, жестами и позами. Своими и собеседниками. Вы знаете, что есть определенный характер, настроение человека. А также лжет он, говорит правду. Если человек, например, замкнутый, замкнулся. Ваши доводы на него не будут действовать. И так далее. Хорошо. Четырнадцатое. Четырнадцатое. Покажите, что ваше предположение удовлетворит какую-то из потребностей собеседника. Это касается и проповеди. Проповедь, например, которая не удовлетворяет потребности общины, это не проповедь. Так же самое, если ваш собеседник не почувствует себя удовлетворенным, хотя бы незначительным. Вся ваше рассуждение, это только рассуждение чисто о теоретическом плане. То есть, покажите, что ваше предложение или предложение удовлетворит какую-либо из потребностей собеседника. Ну, есть разные потребности человека. Физиологически, потребность безопасности, уверенность в будущем, потребность принадлежать какой-то общине, потребность уважения, признания, самореализации, проявления своих возможностей, духовные потребности. То есть, если хотя бы вы удовлетворили его потребность в общении, например, или потребность в уважении, в отношении к нему, вы уже добились чего-то. Даже если вы достигли выдающихся результатов в вашем споре, вы уже что-то сделали хорошее для человека. И это ему понравится. Пример, интересный в Библии. Когда царь Давид сражался со своим сыном Авшалом, и Авшалом хотел захватить Иерусалим, у Давида было две возможности. Либо остаться в Иерусалиме, либо уйти. Он ушел, он не сопротивлялся, он оставил все свое имущество, помните, даже свой гарем, который имел, полностью ушел только со своими соратниками. Так же самое, когда занял Авшалом, Иерусалиме было две возможности. Либо преследовать своего отца сразу, либо собраться с силами и победить его потом. И помните, что у него было два советника. У него было два советника. Это Вторая царств, 16-17 главы. Был Ахитофел, Ахитофел и Хусий, Архитянин. Вот как характеризуются эти люди. Вторая царств, 16 глава, 23 стих. Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Настолько это был выдающийся человек. Настолько умный. Вот его характеристика. Хусий был прошлым дугом Давида. И, следовательно, находился под некоторым подозрением. Совет Ахитофела был какой? Преследовать Давида сразу. Совет Хусия был подождать некоторое время, собраться с силами, а затем уже разбит Давида. Совет Ахитофела действительно был блестящим. И это уже признали все старейщины. В том числе и сам Авесолом. Но стал Хусий. И у него была сопрямо противоположная задача. Сделать что? Диверсию. Сделать диверсию. То есть, изменить уже сформированное мнение как самого Авесолома, так и всех его соратников на 180 градусов. Вот как начал Хусий свою речь. Это 17 глава 7 стиха. Нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел. Интересно, да? Смело. И Хусий не говорит, что все советы Ахитофела нехорошие. Он говорит, что Ахитофел вообще очень умный, товарищ. Ну, вот тут он, наверное, прокололся. Ну, единственный раз в жизни, но ошибся. Поэтому нехороший. Это совет Цицерона А. То есть, вообще-то он был хороший, но на этот раз совет неудачен. Кроме того, это дерзкое заявление создает эффект неожиданности и моментально захватывает внимание слушателей. Вот типичная диверсия, которую проводит Хусий. Он захватывает внимание слушателей. На фоне всеобщего обожания народного героя Ахитофела заявление о неэффективности его совета звучит как гром среди ясного неба. И Хусий сразу привлекает внимание. Ахитофел общепризнанный мудрый советник, но он ошибся. И тут Хусий делает паузу. На этом указывает и продолжал Хусий. То есть, значит, он какое-то время прервался, сделал паузу, дал людям обдумать то, что он сказал и затем продолжал, как бы проверяя реакцию слушателей. Ты знаешь твоего отца и людей его. Они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. И отец твой человек воинственный. Он не остановится, ночевает с народом. Интересно, что Хусий говорит Афисалому, ты знаешь отца своего. Тем самым Хусий подчеркивает уважение к Афисалому и то, что Афисалом вообще-то не внял неправильную совету, как дурачок. Ты же Афисалом умный человек. Ты же сам понимаешь. И сразу Афисалом начинает думать, а я таки умный человек. И, пожалуй, что он тоже говорит умные вещи. Ты знаешь отца твоего. Значит, будет сейчас какая-то определенная информация. И идет сначала сильный аргумент. Интересно, что Ахитофел использовал в своем совете имя Давид, то есть, как бы отвлеченное, царь. Или человек, душу которого ты ищешь. А Хусий постоянно показывает отец личные отношения Афисалома. Дальше. Отец твой, да, человек храбрый. И они храбрые, и сильно раздражены они. Это дословный перевод с еврита. Двойное употребление местоимения они, с одной стороны, разделяет эти два качества, с другой стороны, усиливает угрозу. Противники не только храбрые, но и раздражены. И это совет цитерона Б. Посеять страх в сердце слушателей. Хусий использует сравнение с медведицей, чтобы подчеркнуть храбрость, а фраза, у которой отняли детей, показывает, насколько люди Давида раздражены. Все это, чтобы доказать, необходимо взять расчет качества противника и его состояния. Дальше. Чтобы ослабить довод Ахитофела, что напуганные люди Давида разбегутся и можно увидеть одного царя, Хусий напоминает. Давид опытный воин, который предусмотрит возможность неожиданной ночной атаки и не остановится ночевать с народом. И план внезапного нападения царя на царя невозможен, утверждает Хусий. Потому что в эти минуты Давид не сидит, сложа руки, а он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте. Или, если говорить точнее, о переводе, в одной из пещер или в одном из мест. То есть это усиливает ощущение, что существует много всевозможных мест укрытий и нет никакого шанса поймать царя. И таким образом, постепенно Хусий раскрывает неэффективность Совета Ахитофела. Хусий говорит о силе слуха, способных раздуть, даже небольшое поражение до размера целой катастрофы. Мол, если ты пойдешь в Айвесолом и потерпишь поражение, то все люди станут тебя презирать. Если кто пойдет при первонападении на них и услышит и скажет, было поражение людей, последующих за Айвесоломом. 17 дру 9. Это подорвет авторитет. А у Айвесолома был авторитет? Не было у него никакого авторитета. Дутый у него был авторитет. Он каждого человека убеждал, вот иди, не к царю, а иди ко мне. То есть он стремился завоевать авторитет. И тут ему показывают, что есть такая ситуация, при которой ты авторитет можешь потерять. Достаточно для него это убедительный аргумент? Достаточно убедительный аргумент. Риск внезапного падения по Совету Ахитофела может стоить Айвесолому поддержки преданных его людей. И он может потерять все. И тогда самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом. Дословно написано «растает». То есть он наводит страх на Айвесолома и показывает, что Айвесолом может лишиться поддержки людей. То есть лишиться своего авторитета. И тут же говорит, «Ибо всему Израилю известно, как храбр отец твой, и мужественны те, которые с ним». Сразу противопоставление. «У тебя, друг, авторитета нет. Чуть что, и ты ноль без палочки». А у Давида, даже если он потерял царство, все равно авторитет очень остается большой. «Ибо всему Израилю известно, как храбр отец твой, и мужественны те, которые с ним». Теперь, хуже необходимо представить свой, как будто собственный альтернативный план действия. Только что он расписал с достоинства и неуловимого противника, и что он может предположить. Ахитофел предложил выбрать 12 тысяч избранных людей и немедленно отправиться в погоню. Теперь нужно нечто противоположное. Поэтому я советую, пусть соберется весь Израиль от Дана до Версавии. Но по тем временам это месяца три, наверное, должно было бы заняться. Правда? Пока объявят всеобщую мобилизацию, пока подтянутся войска, пока вооружатся, пройдет какое-то время. «Во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди него. И тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился. Дословно, в одном из мест, где он находится. И нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним». Опять упор на эмоции, на выразительные средства, сравнение, как песок при море, как роса за землю, создаётся ощущение, что ничто не может устоять перед такой силой, сметающей все на своем пути. Вы знаете, что борьба с партизанами вообще-то никогда не зависит от количества войск, которые направлены против партизан. Правда? Большие войска против небольшого царя Давида применял Саул и не добился успеха. А тут мы соберем весь Израиль и добьем Давида. То есть, понятно, что этот совет, конечно, можно сказать, смешной, но зато он подан очень эмоционально. И Хусей тут уже сравнивает тоже из животного мира, как медведица в поле или как сердце львиное. То есть, опять-таки, эмоциональные вещи, как песок при море. И так далее. Еще интересная деталь. У Ахетофела только и было слышно. Помните? Я да я. Я предлагаю. Я сделаю. Я пойду в погоню. Я нападу. Я приведу его в страх. Я убью одного царя. А у Хусе ты знаешь, пусть соберется весь Израиль, ты сам пойдешь посреди него. Ни разу не упоминается Я. То есть, получается, если он войдет в какой-то город, то весь Израиль принесет к этому городу веревки. Мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка. Видите, как важно? Я или мы. Я или мы. То есть, в таком случае создается такое ощущение как бы причастности не только Ахетофела, который герой и убедил Авесолома, но как бы причастность прежде всего самого Авесолома к победе. А затем Израиля. Авесолом поддержит победу, причем без всякого риска. И заканчивает эту речь на приятной ноте. И в результате, как вы знаете, чей был совет принят? Совет Хусия. И что стало с Авесоломом? Он погиб. Он погиб. И еще что интересно, что это, оказывается, умудрил его сделать Господь. Так Господь судил разрушить лучший совет Ахетофела, чтобы навести Господу бедствие на Авесолома. Это 7 глава, 14 стих. Это я вам взял пример статьи в журнале Новый Иерусалим. Вы можете эту статью прочесть полностью. То есть, видите, интересно получается, что, оказывается, автором всего этого кто был? Бог. И еще есть такие слова приводятся. «Боже, помоги мне молчать, пока я не буду знать, что говорить». Хорошо. Еще несколько принципов и заповедей спора. Итак, 7 принципов и 10 заповедей спора. Мы говорили, что всякий спор, он должен иметь свою цель. Спор без цели это ничто, ненужный спор. «Глупых состязаний и родословий спору и распори в законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». Это к титулу 3 глава 9 стих. Итак, 7 принципов. Первый принцип, мы уже тоже говорили об этом, мы сейчас подытожим. В споре не рождается истина. Истина существует объективно. Но истина нуждается в истолковании. Истина, как мы ее понимаем, называется что? Правда. Помните, мы говорили, у каждого есть своя правда. Она может охватывать большую или меньшую часть истины и быть более или менее объективной. Итак, истина и правда. Истина нуждается в истолковании. Можно сказать, истолкование истины есть правда. Это истина, так как мы ее понимаем. Второй пункт. Никто, кроме Бога, не обладает абсолютной истиной и не является непогрешивым. Никто, кроме Бога, не обладает абсолютной истиной и не является непогрешивым. третий. Мы уже рисовали эту диаграмму. Спор это не осуждение. Третье. Спор это не осуждение. Не выяснение, кто из нас прав. Не осуждение. Не выяснение, кто из нас прав. не навязывание своего мнения, знания или понимания. Это взаимные поиски истины, которые сближают нас. Спор это не осуждение. Не выяснение, кто из нас прав. Не навязывание своего мнения, знания или понимания. Это взаимные поиски истины, который сближает нас. Четвертое. Спор – это позитивный процесс. Если это негативный процесс, то мы говорили, лучше такой спор и не начинать. Спор обязательно должен быть позитивным процессом. Спор, четвертое, это позитивный процесс. Он, а, назидает, б, наставляет в истине. Что значит назидает? Созидает. Он назидает. Б, наставляет в истине. Назидает, созидает, строит. Б, наставляет в истине. И В, способствует выработке общего решения. Если спор не является позитивным, его нужно избегать. Итак, четвертый пункт. Спор – это позитивный процесс. Он, а, назидает или созидает или строит. Б, наставляет в истине. В, способствует выработке общего решения. Помните, мы говорили, что мы обязательно закончить должны выработкой чего-то общего. Пусть даже это будет незначительный шаг, но продвинуться вперед. Пятое. Да, если спор не является позитивным, нужно избегать. Пятое. Спор происходит на трех уровнях. Вы знаете, что есть? Дух, душа и что? Тело. Начнем с тела. Физическое. Три уровня. Спор происходит на трех уровнях. А, физическое. Это, так называемое, невербальное общение. О чем мы говорили? Жесты, мимика, телодвижение, изменение позы и голоса. Невербальное общение идет в 80% информации. Если наши слова противоречат невербальной информации, за истину принимается невербальная информация. Невербальное – жесты, мимика, телодвижение, изменение позы и голоса, выражение лица и так далее. Если наши слова противоречат невербальной информации, то принимается невербальная информация. Б. Вы говорили душевный уровень. Помните, мне говорили, что душевный уровень – это что-то плохое. Это нормально, и это очень хорошо, и это очень нужно. Душа – это разум, то есть логика, эмоции и воля. Воля проявляется в стремлении подавить волю противника. Если мы пытаемся подавить волю противника, что возникает? Амбиции и обиды. Если мы говорим о разуме, логике, то путем разуме, путем логике мы можем человеку доказать нечто. Опять-таки, настолько, насколько он может понять. И насколько он захочет это принять. Помните, мы говорили, нельзя убедить человека, если он не захочет, чтобы его убедили. Нельзя человеку ничего внушить, если он не захочет, чтобы ему это внушили. А на воле – это амбиции и обиды, если давление на волю. Лучше быть обиженным, чем обидчиком. Эмоциональная, естественно, должна быть положительная. Положительный результат в эмоциональном отношении. С, мы говорили, духовная. Любой спор всегда имеет духовный компонент. Согласны? В особенности споры, которые будем вести мы. В особенности споры, которые мы будем вести с духовными людьми. Потому что христианин, которого хорошо научили, за ним тоже стоит дух. Не всегда дух святой. Его собственный дух может стоять. Дух его учителей. Это духовный уровень. Поэтому за каждое спорище стоят свои духи. Это дух этого человека, дух или духи из духовного мира и так далее. Поэтому всегда важно знать, какого он духа и какого я духа. И нет душевных логических критерий, по которым можно проводить духовное развлечение. А духовному говорить надо духовно. В данном случае как раз это верно. Нету логических. Помните, мы говорили, если ты там слышишь голос с этого угла какого-то, то это не голос Божий. А если ты слышишь голос изнутри, то это голос Божий. Потому что дух Божий находится в тебе. Ну, это абсурд. Понимаете? То есть, навыком мы уже различаем духов. Может, кому-то дух может говорить из этого угла. Из этой свечи. Кому-то дух Божий засла говорил. Помните? То есть, нельзя говорить четко о каких-то логических данных духовного развлечения. И так далее. Ну, мы знаем четко, что то, что противоречит Писанию, является от духа лжи. Но необходим навык духовного развлечения. И дар Святого Духа к развлечению духом. Шестой принцип. Не бойтесь показаться дураком. Стремление сохранить свой авторитет путем компромиссов – это ловушка дьявола. Часто для того, чтобы не оказаться дураком, мы пытаемся установить какие-то компромиссы, да? Вы знаете, что мнение большинства не всегда правильно. И это об этом Библия тоже говорит. Не ходи за большинством. И если какие-то великие авторитеты говорят тебе, что это так, то это не всегда означает, что это действительно так. И если ты начинаешь идти на какие-то компромиссы для того, чтобы только показать себя сильно умным, или не поссориться с этим человеком, или не решиться этого человека, то зачастую мы потом вынуждены были идти на компромиссы в более серьезных делах. То есть стремление сохранить свой авторитет путем компромиссов – это ловушка дьявола. Если чего не знаешь, не бойся сказать «я этого не знаю». Или «я этого сейчас не знаю, но постараюсь узнать». Или «об этом поговорим позже». Или «я подумаю». И еще серьезная ловушка дьявола. Помните, люди боятся сказать «нет». Когда это нужно? Нужно уметь говорить четко «нет». И седьмое, мы тоже об этом говорили, убедить оппонента – не наша задача. А чья задача? Духа Святого, Бога, да. Хорошо. Десять заповедей спора. Десять заповедей спора. Я подытоживаю то, о чем мы говорили. Первое. Очень важна подготовка к спору. Когда дом строится, как вы думаете, сколько больше всего времени уходит? На постройку фундамента и на постройку дома. На постройку фундамента. Вот я готовлюсь, да? Видите, какой у меня тут. Мне говорят, скопируй. Все, и дай мне. Я говорю, у меня здесь в десять раз больше материала, чем я вам даю. А это мой фундамент, который мне позволяет быть подготовленным. Для того, чтобы читать лекции вам. То есть, первое, подготовка к спору – это фундамент взаимоотношений. Мы говорили, есть психологическая, духовная подготовка к спору. Молиться надо перед этим. Нужно читать много, правда? Составить план какой-то, о чем ты будешь говорить конкретно. Естественно, самый плохой план – это который нельзя изменить. Но готовиться к этому надо. Это и есть такое мнение, знаете, вот вас вызовут за суд, и вы не должны готовиться, да? Опять-таки, Ишуа, когда говорил об этом судьбе ученикам, не думайте заранее, о чем вы скажете на суде. Это вовсе не относится к предмету нашего изучения. Хотя, апологетика – это и есть защита на суде. Но есть очень хорошее место. Будьте всегда готовы каждому рассказать о вашем уповании. Правда? То есть, обязательно быть надо готовым. Подготовка к спору – это фундамент наших взаимоотношений. Прежде всего, надо знать себя и знать своего собеседника. Обязательно изучить, кто мой оппонент, какой у него характер. Какие у него взгляды, в каких условиях он рос и так далее. Агрессивный он или нет. Правда? Очень важно. Вы знаете, когда встречаются на ринге боксеры? Они перед этим проводят большую подготовительную работу. Они берут массу кинолент различных боев и изучают каждый прием своего противника. То есть, это очень важно. Подготовка – это 90%. И по времени, но и 90% успеха. Второе. Когда вы уже начали дискутировать, заранее договориться о предмете спора. Что вы будете обсуждать, о чем будете говорить. Второй пункт – договориться заранее о предмете спора. И здесь можете под пункты. А, Б, В или 1, 2 и так далее. 2, 1, 2, 2. Итак, 2, 1. Спор должен иметь конкретную цель. Цель важна. Правильная постановка вопроса – это половина правильного ответа. 2, 2. Правильная постановка вопроса – это половина правильного ответа. Третий подпункт, второго пункта. Не отвлекайтесь на второстепенное и постороннее. Помните, вас всегда будут стремиться сбить с линии. Это обязательно. Это диверсия. Это нормально. Не отвлекайтесь на второстепенное и постороннее. Выбрав предмет обсуждения, строго придерживайтесь его. Не отвлекайтесь, как бы ни уводил вас от предмета спора ваш оппонент. Не отвлекаться от предмета спора. Ваш оппонент будет всегда стремиться вас увести от этого. Не отвлекаться. Следующий подпункт. Не спорьте вообще. Кавычка, да? Вообще. И не ждите, что Дух Святой поведет вас сам. Бог не любит ленивых. В памяти мы говорим о тех проповедниках, которые проповедуют и не думают. И ждут, что Дух Святой сам проведет их. Но Бог не любит ленивых. Это не всегда выходит. И даже те проповедники, которые не думают, и которым Дух Святой открывает истину, вы знаете, какая у них перед этим была большая подготовка. Так что не спорьте вообще и не ждите, что Дух Святой поведет вас сам. Бог не любит ленивых. Следующий подпункт. Не пытайтесь сразу охватить нога. Идите шаг за шагом. Как говорят американцы, степ-бай-степ, да? Знаете американскую народную песню? Степ-бай-степ, кругом путь далек лежит. Там в степи глухой замерзал ковбой. И так степ-бай-степ, да? Шаг за шагом. Нельзя объять необъятное, когда Кузьмаков сказал. И также нельзя охватывать сразу нога. Как говорил Рэбби Ульянов Ленин, лучше меньше да лучше. Кстати, этот принцип он взял из Талмуда. Лучше меньше да лучше. Идите шаг за шагом, не пытайтесь сразу охватить нога. И еще мы говорили, последний подпункт, второго пункта. Определить регламент. Если время вышло, не бойтесь отложить разговор на потом. Третье. Четко договориться о терминах. Помните, мы говорили, под одними и теми же словами люди понимают разное. Избегайте терминологии, которая несет негативный эмоциональный заряд для вашего собеседника. Значит, договориться о терминах. Избегайте терминологии, несущей негативный эмоциональный заряд. Ну, например, крест. Для христианина это очень хорошее. Крест – это наше спасение. Для еврея – это символ гонений, смерти и преследования. Или призыв обратиться. Призыв обратиться евреи воспринимают как нечто крайне отрицательное. То есть, обратиться в другую веру. Хотя, чува покаяния – это и означает обращение практически. Если мы говорим еврею, что тебе надо обратиться, то, естественно, что бы ты дальше ни говорил, это воспринято будет крайне отрицательно. Церковь – это, естественно, та организация, с помощью которой осуществляют все преследования евреев. Или крещение. Лучше заменять водное погружение. А также термины, которые могут быть превратно истолкованы. Ну, например, братская любовь. Правда? Вечеря любви. Омыться кровью креста. Нести свой крест. Помазанное служение. Ты нуждаешься в спасении. Или троица. Вы знаете, в Библии нет слова такого троица. Это и есть результат измышления некоторых детей. Я не говорю о том, что троичность Бога неправильная. Я говорю о термине, который используется. Троица. И так далее. Узнать четвертое – позиции человека. Узнать его позиции. И тут же второй подпункт – четко и понятно изложить свои позиции. Но сначала мы должны узнать его позиции. Правда? Потому что не будем пытаться установить человека на свои позиции. Но мы должны узнать его позиции. Затем четко и понятно изложить свои позиции. Объясните, что ваша задача является не стремлением переубедить его, а желание выработать позитивное, то есть общее решение. Покажите, что выработка этого общего решения выгодна вам обоим. Если это не будет выгодно человеку, если не будет удовлетворять интересы, помните, мы говорили, человека, то у нас разговора не получится. Итак, четвертый пункт. Узнайте его позиции. Второй подпункт. Четко, понятно, изложите свои позиции. Третий подпункт. Четвертый пункт. Объясните, что вашей задачей является не стремление переубедить его, а желание выработать позитивное общее решение или мнение. Покажите, что выработка этого общего решения выгодна вам обоим. Если человеку выгодно, он будет согласен на многие компромиссы. Пятый подпункт. Да. Пятый подпункт. Попытайтесь понять его. Мы говорили, понять – это не значит оправдать. Можно и Иуду понять. Это не значит ее оправдать. Можно понять Гитлера. Не значит оправдать Гитлера. Постарайтесь его понять. Понять не значит оправдать. Поставьте мысленно себя на его место. Помните? В таких условиях каждый из нас мог бы быть Гитлером. К примеру. Согласны? Если бы вы воспитывались сейчас в антисемитском каком-то обществе, то многие из вас, и прежде всего евреи, стали бы активными антисемитами. Самые большие генетии евреев кто? Сами евреи. Совершенно верно. Эйхман, которого судили. Вы знаете, что он перед судом начал считать молитву «Шма Исраэль»? Да. Потому что он был евреем и по отцу, и по матери. Эйхман, который был виновен в смерти шести миллионов евреев. То есть попытайтесь понять его. Понять не значит оправдать. Поставьте мысли на себя на его место. Как поступили бы вы? Уважайте его мнение, даже если оно ошибочное. Отделяйте человека от позиций. Помните, наше дело судить, но не рассуждать. Отделять человека от позиций. Любите этого человека, потому что за него тоже умер Господь. Скажите, за Гитлера умер Иисус? А как Гитлер поступил, это его личное решение было. Хорошо. Дальше. Излагая доводь, помните о 14 правилах спора, о которых мы говорили. Вот 14 правил риторики. Седьмое. Попытайтесь найти общее. Идти от общего. Шестое. Вспомните о 14 правилах спора. Я вам делаю ссылку на то, что я говорил раньше. Попытайтесь найти общего и идти от общего к тому, что нас разделяет. Попытайтесь найти общее. Идите от общего к тому, что нас разделяет. Не от того, что нас разделяет, да? Начинайте с тобой, с чем человек согласен, безусловно. Это с этим согласен, с этим согласен, с этим согласен, а то с этим... Ну, подумаем, да? А нет, ты говоришь так, а вот так. Ну, и все. И больше он ни с чем не будет согласен. Если вы начнете с этого. Хорошо. Восьмое. Доказательство от противного часто приводит к очень противным результатам. Понимаете этот смысл? Доказательство от противного приводит к очень противным результатам. Знаете, когда вы не можете доказать позитивно, да? Но вы можете сказать, что вот это то, что ты говоришь, плохо. Вот это то, что ты говоришь, неправильно. И это ты говоришь, тоже неправильно. А вот это, ну, вообще ни в какие ворота не лезет. Каким мы результатом придем? Противным результатом, правда? Хорошо. Девятое. Не заходите слишком далеко. И десятое. В конце спора. Подведите итог. И помолитесь. И не забудьте пойти домой. Ларри Венери, драйв спектатор. И вторая часть нашей темы будет называться «Убирать камни». В первой части мы учились проводить дискуссию. Во второй части мы будем разбирать, что же нам надо конкретно сказать людям. Правда? Мы мессианские евреи. Мы, с одной стороны, христиане. И многое из христианства, оно подходит нам. Но есть некоторые вещи, которые не совсем подходят. И так же самое состоит с иудаизмом. Это не просто потому, что мы берем из иудаизма и из христианства то, что нам нравится. Это связано прежде всего с тем, что происходит процесс восстановления. Помните, мы говорили, что мессианский иудаизм можно рассматривать только как процесс, когда было нечто утеряное и нечто восстанавливается. Вот в этом смысле мы будем и сегодня изучать. И если говорить о мессианской теологии, ну, само слово, теология мне не совсем нравится, как и все логии. Вы знаете, что логия – это логос, значит, логика, знание – это познание Бога путем ума. Вы знаете, умом нам Бога не понять, умом нам Бога не измерить. Его особенная стати, в Бога можно только верить, да? Но за не менее ничего лучше будем употреблять этот термин теология, потому что это познание Бога. Но следует сказать, что когда проводилось познание Бога по методам науки, методам западного мышления, когда мы будем говорить об особенностях еврейского мышления, мы будем говорить о западном и восточном мышлении. И вот западное мышление, оно по своей структуре аналитическое. Вот, например, надо разобраться, как функционирует человек. Что делают? Берут труп и начинают его препарировать. Правда? А если какое-то животное, то его первоначально надо умертвить, потом разрезать на части, все это нарисовать. И вы знаете, вся анатомия – это фактически анатомия не живых людей, а анатомия трупов. И только лишь в конце XIX века это начали понимать. И так же самое обстоит с другими методами. Мы хотим изучить природу. Мы разделяем ее на молекулы, потом разделяем на атомы, потом разделяем эти атомы, начинаем их разбивать в всяких синхрофазотронах и там атомных реакторах. Когда разбили, думаем, а что сделать, если еще нейтрон разбить, да? А потом еще эти частицы мелкие разбить и так далее. То есть практически за две тысячи лет с Богом произошло вот то же самое препарирование. Препарирование Бога. И это препарирование Бога назвали теологией. Поэтому я говорю, что сам термин теология, он не совсем соответствует тому, что мы сейчас делаем. Сейчас просто идет восстановление, в том числе и восстановление истинно-библейского понимания Бога и истинно-библейского понимания человека. Если говорить о камнях и если говорить о том, какую роль мы, мессианские евреи, играем, то, прежде всего, надо отметить два отрывка из пророка Исаии. Исаия, 40 глава. Первые стихи 40 главы. «Нахаму, нахаму ами. Утешайте, утешайте, народ мой». Говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправдой его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял двое за все грехи свои. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стезий Богу вашего. Сякий долг да наполнится, всякая гора и хом да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господне, и узрит всякая плоть. Спасение Божие. Спасение Божие, отмытите, видите, что там курсивом. Это комментарий. Ибо уста Господним изрекли это. Голос говорит, возвещай. И сказал, что мне возвещать? Так утешайте, утешайте, народ мой. Я думаю, что если говорить о служении того, кто приходит перед Господом и подготавливает ему путь, то вы помните, был некто, который пришел в селе Ирии. Как его звали? Иоанн Гамадбиль. То есть Иоанн Погружающий. Некоторые говорят, что его звали Джон Баптист. Ну, каждый по-своему понимает. Но этот человек приготовил путь Господу. Вы знаете, что еврейский народ тогда ждал Мессию. Он ждал Мессию. Другое дело, что Мессия не оправдал тех надежд, которые они на него возложили. Он не оправдал Божьих надежд, он не оправдал надежд тех людей, которые думали, что вот Мессия будет такой, такой и такой. Знаете, по принципу, если я в тебя его придумал, стань таким, как я хочу. Но мы знаем, что спасение Божие действительно явилось. И действительно Господь пришел к своему народу и был среди своего народа. И мы знаем, что многие из евреев приняли Ишуа. Мы знаем об этом. Но некоторые не приняли. И вот говорится о втором пришествии Бога. И Господь вновь приходит. И если мы смотрим Исайя 40 глава, где-то посередине книги получается, то взять уже ближе к концу книги. Мы смотрим 62 главу. Я буду из 62 главы брать выборочные места. Вы эти места отмечайте себе, потому что я уже сейчас говорю о нашем положении евреев, о мессианской теологии, о цели, задачах евреев и цели, задачи мессианских евреев. 62 глава начинается очень хорошими словами. Не умолкну. Ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь. Доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. Шестой стих. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, и не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие Господи, не умолкайте. Не умолкайте перед ним, доколе он не восстановит, и доколе не сделает Иерусалима славой на земле». Итак, какая наша задача? Не умолкать ради Сиона, ради Иерусалима, и проповедовать Божье спасение. До тех пор, пока Иерусалим не станет славой на земле. Я думаю, потом нам даст Бог еще другое задание. Но это задание на определенный промежуток времени. И в конце главы очень интересно сказано. Проходите, проходите в ворота. Приготовляйте путь народу. Видите? Если первая половина, 40-я глава Исаии, говорила о том, приготовить путь Господу к народу. Народ ждал Господа. Но вы знаете, сейчас еврейский народ, хотя и ждет Мессию, он не ждет Иешуа Мессию. Поэтому нужно приготовить что? Путь народа к Богу. Чтобы народ пришел к Богу. И здесь тоже нужно готовить дорогу. Равняйте, равняйте дорогу. Убирайте камни, поднимите знамя для народу. Вот Господь объявляет до конца земли. Скажите, щеря Сиона. Что такое щеря Сиона? Дочь Сиона. А что это конкретно? Иерусалим. Да, может быть, Израиль, но дочь Сиона на Сионе находится город. И все имена городов, иврите, так особенно севрита, женского рода. Поэтому Иерушалайм тоже женского рода. Одесса мама, Ростов тоже мама. Да, на иврите все мама. То есть, любой город на иврите женского рода. Значит, дочь Сиона, это либо Израиль, либо Иерусалим. Грядет спаситель твой. Спаситель Ешуа. Видите? Здесь уже спаситель не указан почерком. Здесь четко говорится о Ешуа. Ждет спаситель. Тот, чье имя. Спаситель, тот, чье имя Ешуа. Да? Награда его с ним, и воздаяние его перед ним. И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут изысканным, городом не оставленным. Видите? То, что вы говорили, а тебя назовут городом не оставленным. То есть, в данном случае, речь относится именно к Иерусалиму. То есть, нам надо четко понимать, когда говорится о пророчестве Божьем, мы будем говорить, что в Церковь забрала себе все пророчества относительно Израиля. Да? И надо четко различать, какие пророчества относятся к Церкви и народу Божьему, включающему Церковь и Израиль. Какие пророчества относятся только конкретно к Израилю. А какие могут относиться и к тому, и к другому. То есть, в данном случае, конкретно говорится, пророчество отношений Иерусалима и пророчество отношений Израиля и израильского народа. Здесь не говорится о том, что Церковь, которая там некоторое время отходила от Бога, была теплой, примет Иисуса. Это обедование к Израилю и конкретно к Иерусалиму. А кто же те люди, которые будут убирать камни? Это мы с вами. Поэтому наша работа – это убирать камни и готовить путь народа Господу. Это служение Ильи. И вы знаете, убирать камни – работа тяжелая и неблагодарная. Правда? Интересно, что есть такое выражение – земля, рождающая камни. Это действительный факт. Уберешь камни, и вдруг они через 2-3 года начинают появляться. А знаете почему? Потому что в Израиле очень большие перепады температуры. Верхние слои почвы, они резко нагреваются и резко охлаждаются. Охлаждается ночью, нагревается днем. Ибо зимой охлаждается, а летом нагревается. Верхний слой, он более рыхлый. Он более рыхлый. И вот мы убрали все камни. А тут лежит камень. Здесь почва более рыхлая, здесь почва более плотная. И что происходит? Когда почва рыхлая, раздвигается. Когда почва плотная, она что? Сжимается. Но здесь и так плотная почва. Стало быть, она сжимается с большей силой. Если она сжимается, но с меньшей силой. И что происходит с камнем? Он вылазит наружу. И скорость этого процесса примерно 2 см в год. То есть, если этот камень лежит на глубине 20 см, через 10 лет он вылезет. Если этот камень лежит на глубине 2 метров, через сколько он вылезет? Через 2 года, да? Это через 2 века. Через 100 лет. И через год, и через 100 лет. Ну вот смотрите, что нам приходится. Видите, это не значит, что убрал камни и все. Все уже в порядке. Значит, это какой процесс? Это постоянный. И постоянный, и камни убирать тяжело. Мы знаем. И убирать камни, и готовить путь к Господу, это наша работа. И это не значит только свидетельствовать евреям. Это самое трудное. Готовить поле для будущего посева Слова Божьего. Есть очень хорошая харизматическая песня. Нивы побелели, к жатве полные созрели. Это хорошая, правильная песня. Но когда мы говорим о сердцах евреев, то мы должны думать, что это такой уже быстрый процесс. Вот евреев сказал об Иисусе, он загорелся и пошел. Ну, иногда бывает и так. Но когда мы говорим об основной массе евреев, да? о множестве евреев, мы видим, что этот процесс пока еще не совсем работает, да? Есть какие-то определенные проблемы. И когда мы говорим, эта почва еврейская, она не хочет принимать Иисуса. Значит, что нужно сделать? Сначала убрать камни, потом пахать, барановать, да? А потом уже сеять. То есть, это очень важно для нас. И мы не должны расстраиваться, если мы делаем это неудачно. Допустим, я еще раз говорю. Мы какую-то уже немножечко разрыхлели. Ну, пусть на сантиметр, на два сантиметра. Пусть убрали самые большие камни. Потом придут те, которые уберут более мелкие камни. Помните, как говорил апостол Павлович? Один сажал, другой поливал, да? А взрашивает все, Господь. То есть, это длительный и упорный процесс. И вы знаете, что вот это отношение христианства с Израилем было в течение двух тысяч лет антагонистическим, да? Евреи не понимают, зачем им нужно становиться христианами. Христиане не понимают, почему эти евреи такие упорные. И почему они, даже становясь христианами, не растворяются в христианской культуре. Ведь нету, да, разницы между неэллином, между евреем и так далее. То есть, вот это нам нужно будет разобрать сегодня. Потом еще мы как бы мост. Мост, эшер, соединяющий две стороны оврага или какой-то пропасти. Пропасть была очень сильная, пропасть глубокая. И мы мост. И когда по мосту начинают ходить люди, да, они мост топсят, мост прогибает, и мосту бывает больно. Но мы этот мост. И наша задача действительно убирать камни, готовить путь, готовить путь народу к своему Богу. И я верю, что в будущем в Божьем Иерусалиме не будет ни одного антисемита. Ну, правильно сказать, антиевреи. Правда? В свое время единственными семитами, которые жили в Европе, были евреи. Сейчас, в настоящее время, где-то 10% Франции составляют различные мусульманские, чаще семитские народы. И в Германии их много, и у нас уже появляются. Поэтому можно говорить об антиевреистве. Об антиевреистве. Мы должны определиться, почему же возник этот антисемитизм. Как проявляется он в церкви. Потому что, если церковь, в общем, бывает за евреев, и говорят, что за евреев, все равно в церкви может быть проявление антисемитизма. Это чем-то напоминает один анекдот. Когда была шестидневная война, вы помните, социалистические страны, они не очень хорошо относились к евреям. Но Румыния была против Советского Союза. Народ Румынии не любил своего человеческого и не любил Советский Союз. Поэтому некоторые румыны, когда началась шестидневная война, и начали там русских бить, вы знаете, что там русские тоже участвовали, хотя и замаскировано. Вот один человек говорит, знаете, о, сегодня, значит, израильчане взяли такие-то, такие-то, такие-то города. Да, молодцы. Сегодня там приходят, о, израильтяне, они заняли Иерусалим. Потом что-то еще, конец, на шестой день он приходит, человек такой печальный. Его поздравляют. Ну, твои же израильтяне, они же победили, чего ты не радуешься? Да, говорит. А я не знал, что израильтяне – это евреи. Вот такая позиция очень часто бывает в церкви. Когда люди говорят очень хорошо о народе Израиля, но когда заходит речь об отдельных евреях, совершенно возникает другая картина. Итак, мы должны разобраться, прежде всего, в чем же происходят вот эти причины разногласий. Итак, отметьте, причины разногласий, причины разногласий, эти причины разногласий, эти камни, вот это все, что награждено, да? Вот первый камень, мы будем говорить, что камень антисемитизма, камень антиеврейства. И какой причины разногласий? Первая причина – это невежество. Вы знаете, христиане и иудеи очень мало знают друг о друге. Для многих христиан вообще является удивительным откровением, а декторы до сих пор не верят, что Иисус таки был еврей. И что Дева Мария, она таки была еврейка. И что все апостолы были евреями. То есть, они говорят, ну, знаете, Иисус, он, конечно, родился в Иерусалиме, вы, понятно, он какое-то время был еврей, но он же Бог, а Бог находится вне всякой нации. Но мы же видим, что еврейство еще сохраняется и в откровении. И он назван конкретно лев из колена иуды. Он не сказал, что это спаситель всего мира, да? Хотя он является таким, но он лев из колена иуды. То есть, он был евреем, и он остался евреем. Либо ему надо изменить свою природу. Правда? А еще, я думаю, свою природу не изменит. Он не такой, как люди. Он не будет изменяться. И христиане и иудеи очень мало знают друг о друге. И евреи тоже очень мало знают, что Иисус был евреем. Правда? А некоторые говорят, что Иисус был предателем. И основал новую религию. И после того, как он крестился в православную веру от Иоанна Баптиста, он перестал быть евреем. Есть такое мнение? Видите? И много таких вот камней. Мы мало знаем друг о друге, о культуре друг друга. Некоторые говорят, ну вот иудаизм, это же религия, которая связана с выполнением всех этих заповедей. Она основана не на вере, а на заповедях. Правильно это? Отчасти правильно. Но, с другой стороны, и много их христианских группировок, которые точно так же соблюдают христианские заповеди. И поэтому нужен был Мартин Лютер, правда? Чтобы говорить о спасении по вере. То есть, существует какой-то водораздел. Вот это так, а это так. И все. И мы не можем перешагнуть друг с другом. Надо прежде всего запомнить, что существует много форм иудаизма. Так же, как и очень много форм христианства. Ну, мы знаем христианство, православное христианство, католическое, протестантские группировки. Вы знаете, что только в Соединенных Штатах Америки существует свыше 250, так себя называемых, христианскими динаминациями или религиозными группами. И большинство из них находится в конкурентных, а иногда даже и враждебных отношениях друг с другом. И очень много есть тоже различных форм иудаизма. Когда многие христианские евреи знакомятся с иудаизмом, им начинает казаться, что раввинистический иудаизм – самый правильный иудаизм в мире. Это все равно, что сказать, что православное христианство – самое правильное и самое славное христианство в мире. То есть, есть много форм иудаизма, есть много форм христианства. И мы не должны чувствовать какой-то комплекс неполноценности, если мы недостаточно знаем раввинистические традиции. Хотя знать их, естественно, нам нужно. Так же конкуренция происходит и в православных церквях, особенно когда мы смотрим между Московской и Киевской патриархией, правда? Но не так заплодировал Бог. Иоанна 13,35 сказано, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Правда? То есть единственное, что может нас цементировать и что может дать нам единство – это любовь. Но мы сейчас видим очень мало любви. Помните, мы говорили, что тело Христово, оно представляет сейчас пазл. Некоторые частички этой картины уже соединились. Некоторые частички лежат далеко и не хотят соединиться. Поэтому Господь, я думаю, что их соединит. И вот это разделение, которое существует, оно будет, безусловно, уничтожено. Это не значит, что все будут одинаковые. Это не значит, что каждая картинка станет серой. Цвет каждой картинки будет свой. Но они будут составлять единую большую картину. Итак, первое, что мы очень мало знаем друг о друге. И мы все в росте. Помните, есть такая опера «Юнона и авось». Нас мало, нас адски мало. Но самое страшное, что все мы в росте. Второе. Второе. То, что мы видим сейчас, значительно отличается от того, что в действительности учило христианство. Помните, первоапостольское христианство – это что было? Единство, любовь, евреи и неевреи. Они были в единстве, они пребывали в любви, в учении апостолов. Но затем, в течение истории, церковь отказалась от всего еврейского. С другой стороны, иудаизм отказался от всего, что хоть чуть-чуть напоминало учение церкви. Помните, 53 глава Исаии, даже Рамбам, величайший теоретик иудаизма, конкретно говорил, что это о мессии. В то время, как современные равенны учат, что 53 глава – это только о народе Израиля. Мы будем говорить еще об этой интересной связи личности Мессии с народом Израиля. И будем комментировать эту главу. Дальше. Было убрано из иудаизма все, что говорит о троичности Бога. Хотя в раннем иудаизме такое учение сохранялось. И такое учение сохранилось и в Кабале, кстати. Я не за Кабалу, но говорю, что Кабала в какой-то мере отражает те мистические течения, которые происходили в иудаизме и которые просто были насильственно изъяты. Из Талмуда было насильственно изъято всякое упоминание о Ишоа Мессии. И есть только некоторые косвенные вещи, которые позволяют об этом говорить. Шулам читал вам или будет читать об этом. Это тоже очень интересная тема. То есть, видите, в то же время христианство отвергло еврейские праздники, отвергло все еврейское и заявило, что можно быть либо евреем, либо христианином. То есть, исторический аспект. И то, чему сейчас учат христианство, значительно отличается от того, чему учил Ишоа Мессия. Также и современный иудаизм отличается от иудаизма времен Ишоа. И это мы должны четко понимать. И мы должны понимать, что сейчас происходит процесс восстановления. Нам кажется иногда, что так было всегда. Но вначале было не так. И то, что религиозные лидеры говорят, и чему они учат, вы тоже знаете, не всегда соответствует истинному учению. То же говорю о относении фарисеев. Фарисеев и лицемеров. Но как вы думаете, фарисеи и лицемеры – это относится только к иудаизму? Нет, это тоже самое относится и к христианству. Поэтому в данном случае есть фарисеи и лицемеры от иудаизма, и есть фарисеи и лицемеры от христианства. Вторая причина разногласия – самопревозношение. Самопревозношение. Естественно, христиане превозносятся над евреями, да? Вот, евреи, эстадоксы, произносятся над христианами и вообще над всеми неевреями. Считая их гоями и считая только себя избранным народом. И антисементы в какой-то мере правы. Вы знаете, когда берут в Талмуде разные вещи и говорят, вот такие равены, они учат так. Что можно помогать еврею, а тот, кто будет помогать не еврею, будет проклят. Были, были и такие учения, к сожалению. Талмуд – это не руководство к действию такое прямое, что ты должен абсолютно все соблюдать, что там написано. Там нет таких правил. Первое, второе, третье, четвертое. Это есть уже кодификации Талмуда, типа Шульхана Рух. Талмуд – это записи дискуссий. А в дискуссии приводятся разные мнения. Но антисемиты любят выбирать разные мнения. Что клятва, например, которая дана евреям не еврею, она недействительна. И так далее. Мы уже говорили, помните, о праздниках осенних, когда евреи отрекаются от клятвы. Но это носит совершенно другой характер. То есть, в то же время, вы знаете, что многие христиане превозносятся друг на друга. Ну, вот, например, я пятидесятническое зрение. Я не говорю, что все так думают. Ну, я знаю одну женщину, которой я начал спрашивать, а как же баптисты? Ну, у них учение, как недошитое пальто. Я не говорю, что это мнение всех пятидесятников. Но есть отдельные личности, которые так говорят. Я еще раз говорю, что вторая проблема – это самопревозношение. Я говорю сейчас о камнях. О том, от чего мы должны избавляться. Евреи должны избавляться от самопревозношения перед Гоями. Потому что избранность еврейского народа – это вовсе не то, что понимается, что это самый любимый, хороший народ, которого Бог особо одарил. Ну, вот, христиане в свое время тоже очень много совершили против евреев. И они тоже должны каяться от своего превозношения над евреями. И христиане должны каяться от превозношения друг на другом. Еще раз, я не говорю, что все пятидесятники учат, что учение баптистов неправильное или неполное. Но есть ли такие вот грубые мнения? Нуждаются такие люди в покаянии? Безусловно. Вы знаете, когда кто-то что-то приобретает, он что-то теряет. Может быть. Есть харизматы, которые считают, что только харизматическое, вот самое правильное прославление. Вы знаете, ну вот сначала были методисты, потом баптисты немножко более прогрессивные, потом пятидесятники более прогрессивные, потом самые прогрессивные харизматы. Но уж прогрессивнее мессианских евреев, и кого быть, если может. А это абсолютная ложь. Каждая вещь имеет свое место. И предназначение книги быть книгой, а предназначение молотка быть молотком. Хотя, может быть, кто-то книгой тоже хвост забивает. Вы сами понимаете. То есть, у каждого из нас и у каждой динаминации есть свое предназначение перед Богом. И все мы одинаково дороги друг другу. И все мы части этого пазла. Уберите вот этот кусочек пазла, и что у нас будет в картине? У нас будет дырка в картине. Согласны со мной? Хорошо. Итак, второй грех, которым мы должны покаяться, это что? Самопревозношение. Третье. Страх оскверниться, если будут изучать другое учение. Знаете, есть такое? Я говорю, есть такие вещи, от которых мы конкретно можем оскверниться. Да. Сатанизм, бесовское учение. Но если какой-то христианин берет Талмуд и почитает то, что там содержится, не принимая все абсолютно на веру, а разумно прилавляя через призму своего разума или через призму Духа Святого, «Хорошо это, если христианин будет пользоваться тем богатством, которое накоплено в еврейских седурах, в медрашах? Это хорошо. Это хорошо». Помните, Иешуа говорит о человеке, фарисее, который принимает Царство Божие. То есть принимает Иешуа. И он подобен тому человеку, который выносит и своей сокровищницы, и старое, и новое. Для чего он выносит старое? Чтобы выбросить? Нет. Чтобы другие полюбовались и чтобы другие понимали, какая это драгоценность. И то, что содержится в еврейской традиции, тоже очень большая драгоценность для нас. Поэтому нам это важно. С другой стороны, евреи, естественно, ортодоксальные. Вы понимаете, когда я говорю о христианах, я не говорю о всех христианах. Я говорю о христианах, которые ограниченно находятся в рамках какого-то своего христианского учения, либо своей христианской культуры. Узкого учения. Поэтому, если я буду что-то говорить о христианах плохое, пусть меня христиане просят. Чтобы вы поняли. Я же не буду всякий раз повторять, что христиане такие и такие. Я просто говорю христиане. То есть это и люди, которые находятся в рамках христианской культуры или в рамках узкого христианского учения, не признающего иудаизм. И иудеи, в свою очередь, тоже боятся оскверниться. Попробуйте какого-то иудея, который уже ходит на Богу, дать ему почитать Новый Завет. Какая будет его реакция? Да, он будет бояться оскверниться. То есть, не должны мы этого бояться. Не должны этого бояться. Потому что мы должны учиться. Мы должны учиться от Слова Божьего. Мы должны учиться у Ишиа Мессии. А если мы просто ставим ограду от чужого учения, ну, это годится, может быть, для какого-то человека, который только пришел к Богу. Естественно. Но если мы учителя, то мы должны знать. Мы должны знать. И должны различать хорошее от плохого. И должны правильно научить людей. Ну, есть еще такое мнение. Это 1 Иоанна 2,27. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но само сие помазание учит вас всему. И оно истинно и не ложно. То, чем оно научило вас, в том и пребывайте. Некоторые считают так, что учиться не надо. Если мы пребываем только в Духе Святом, то этого для нас достаточно. Слышали о таких учениях? Вот я вам скажу, что это ложь. Это, опять-таки, ложное толкование отдельно взятого оторванного стиха. Здесь говорится о чем? Здесь говорится о людях, которые уже знают. И они многое знают о Боге. Но Дух Святой им должен открыть истину о Ишево-Мессии. И это говорится, кстати, о евреях. Это не говорится о тех людях, которые пришли с улицы и вообще ничего не знают о Боге. Вот такие люди как раз и будут колеблемы любым ветром учения. Любое пророчество, есть люди, которые просто бегают за пророчествами, да? Есть пророчество от Бога, есть пророчество не от Бога. Есть пророчество от Бога, но к отдельным людям, которые начинают распространять это на всю церковь. То есть надо, опять-таки, различать, надо иметь разум. Я говорил, что нам нужно три вещи. Слово Божье, разум и Дух Святой. Чтобы правильно это понимать. Хорошо. Итак, можете подытожить. Невежество что вызывает? Отчуждение. Невежество вызывает отчуждение. Отчуждение порождает недоверие. Недоверие порождает страх. Чёрточку можете поставить. Недоверие, стрелочка, страх, да? И страх порождает ненависть. Вот этот, тот цикл, который прошла история христианства и история евреев. Итак, невежество порождает отчуждение. Отчуждение порождает недоверие. Недоверие порождает страх. Страх порождает ненависть. И эта ненависть проявляется в таком явлении, как антисемитизм. Можете записать. Крепость, антисемитизм. Мы и они. Вы знаете, что Украина – это традиционная страна антисемитизма. Знаете, какая самая первая страна в мире изнала евреев? Некоторые говорят, что Англия. Англия изнала через сто лет. После Украины. Вот тогда ещё Украина не называлась Украиной. А было государство, которое считается сейчас, что называлась Киевская Русь. И в 1113 году произошёл большой погром в Киеве. Большой еврейский погром. Это был первый погром в истории зафиксированный. И по указанию великого князя, все евреи были изнаны за пределы Киевского княжества. Вот таким образом, кстати, евреи оказались и в Западной Украине. Потому что были две части, две волны. Одна шла с Запада, бежала от крестоносцев из Германии. Другая часть с Востока, из Киевской Руси. Ну что, какой образ еврея? Жиды нахальные, жадные, умные, хитрые. Сюда пролезают, везде устраиваются, всех обманывают. Трусливые воры, космоголиты, не имеющие родины. А поэтому предающие её направо и налево. То есть нет такого отрицательного эпитета, который не приписывали бы еврейскому народу. Вы помните, что вторая трагедия, которая произошла в истории Украины, самая страшная трагедия, это Богдана Хмельницкого. Восстание, когда в процентном отношении на Украине было уничтожено столько же евреев, тогда просто евреев было меньше. Если бы в эту войну было уничтожено из 6 миллионов, где-то 3 миллиона евреев, которые жили в Западной Украине, и Польше, и в Украине, то тоже примерно было уничтожено очень много, больше 150 тысяч евреев. И, к сожалению, вот этот культ антисемитизма, и культ Богдана Хмельницкого, и Петлюры, и прочих бандеры, тоже сейчас восстанавливаются на Украине. Это было страшные вещи. Казаки-женщины разрезали живот, и туда же зашивали в него живую кошку, раздиравшую когтями внутренности. Вешали на одном дереве католического священника, польского пана, еврея-свинью. Еврейских детей резали, сажали на вертел, и еще приговаривали, вот, кушайте, кушайте кошарное для матерей. Это было страшное явление. Итак, только за десятилетия с 1648 года по 1658 год, не менее 100 тысяч, некоторые говорят, что 150 тысяч евреев были убиты. И хотим мы или не хотим, это наша история. В 20 веке было уничтожено 6 миллионов евреев. Но еще до этого были погромы в Кишиневе, в Одессе, да. Кстати, вот между Богданом и Хмельницкой, через примерно 100 лет после Богдана Хмельницкого, тоже произошла знаменитая Уманская резня. Если вы помните, то есть слово погром, это одно из тех русских слов, как перестройка, которое вошло в народы всемира без перевода. И в годы войны Украина потеряла 14,5 миллионов человек. Советский Союз потерял где-то 30 миллионов человек. Если посчитать только жителей Советского Союза, евреев было 1 миллион 250 тысяч евреев. Но я говорю, что свыше 3 миллионов погибло евреев Польши и Западной Украины. Помните, что Львов в то время принадлежал Польше. Поэтому не знаю, как считать их, как польских евреев. И, к сожалению, здесь существовали не только бригады по уничтожению евреев из эстапо, но и местные жители, многие выдавали евреев. Кстати, в Одессе как раз этим дело стояло лучше. Местные жители давно жили с евреями, и они спасали евреев настолько, насколько могли. Естественно. Ну, вы знаете, что самое страшное? Вообще Польша проклятая страна. Оказывается, я узнал такую страшную еще вещь. Екатерии евреи, которые пережили концентрационные лагеря, все вот эти Басвенцевы, Майданики, Бухенбальды, и они приезжали на родину, возвращались, и их убивали уже здесь местные люди. Их соседи убивали буквально для того, чтобы не отдавать обратно дома, квартиры. В особенности этот процесс происходил на Западной Украине. Помните, на Западной Украине еще долго были партизанские разные соединения, которые уничтожали евреев. Это было очень страшно. Журналист, побывавший на Украине летом 1943 года, не нашедший там ни одной еврейской общины, слышал из уст одного из высших чиновников местной власти. Местной власти, не немецкой, а украинской. Мы уничтожаем евреев как клопов. И вот эта организация украинских националистов, которую мы называем бандеровцев, они уничтожили много евреев. Из 3,3 миллиона польских евреев пережили войну 380 тысяч. То есть, в менее 10 части. И было уничтожено 90% всех евреев, которые жили на этих территориях. В Одессе было уничтожено около 200 тысяч человек. И вы знаете, вот там, неподалеку от меня, я как раз еду в ту сторону, там находится мемориал, там просто написано, что советские граждане расстреляны. Но в действительности там расстреляны и уничтожены и сожжены заживо в пороховых погребах. Это рядом площадь Толбухина. Там есть рядом с кинотеатром мемориал. Вы можете туда посетить и посмотреть. В то же время есть христиане, которые выдержали это испытание. Видите, еврейский народ стал таким пробным камнем. Понимаете, Бог будет судить отдельных людей, но Бог будет судить и народы. И одни народы окажутся в одном месте, а другие народы окажутся в другом месте. То есть, суд не только над отдельными личностями. Сказано, да, в доверении Ашафата будет суд на однородном. Так вот, например, христиане Дании. Они будут оправданы на этом суде. Потому что, хотя страна была захвачена нацистами, датчане твердо отказались проводить какие-либо антисемитские меры. Датский король Христиан X предупредил немцев, что если от евреев потребуют носить отличительный знак на одежде, то он с гордостью оденет такой же знак. И его примеру последует каждый датчанин. Когда в 43-м году немцы решили собрать всех евреев в Дании и отправить их в лагеря смерти, они обнаружили, что почти все еврейское население страны, но это евреев было немного, 7700 человек, исчезло. Только несколько человек были захвачены. Они были арестованы и отправлены в концлагеря. Но датское правительство демонстрировало постоянную заботу о узниках и постоянно делая запросы об их судьбе. И раздраженные немцы, в конце концов, освободили датских евреев. Из 464 арестованных евреев умерли в заключении 51 человек. И почти все они, кроме 10 человек, были старше 60 лет. То есть это были пожилые и больные люди. Остальные все вернулись. 99% датской и еврейской общины было спасено от уничтожения, потому что датчане действовали, а не сидели сложа руки. Болгарский царь тоже. Спасал евреев. И вы знаете, даже фашисты многие спасали евреев. Нам кажется странным Муссолини. Вы знаете, что Муссолини, который пришел к власти, я не помню, или в 23-м, или в 28-м году, то есть до Гитлера, он встречался с Хаймом Вецменом и обсуждал возможность помощи в создании государства Израиль. Только в 44-м году, когда фашисты оккупировали Италию, началось истребление евреев. Франко, диктатор, фашист, вы знаете, он прожил 80 с лишним лет. Все фашистские режимы исчезли с карты Европы, а Франко было, потому что дожил. Потому что Франко сказал, хватит с нас инквизиции. Мы уже евреев много истребили. И те евреи, которые добирались до Испании, они оказывались спасенными. То есть в любом месте были возможности для спасения. Удивительные вещи были. Когда еще, правда, это было до 38-го года, это было в 34-м или 35-м году, был издан закон о запрете смешанных браков. И если женщина была немка, а мужчина был еврей, то, значит, мужа забирали в концентрационные лагеря. И вы знаете, что эти женщины сделали? Женщины, жены евреев. Они вышли на улицы, они бастовали. Но это, правда, было еще время, когда власть Гитлера была слабой. Но они вырвали своих мужей из-за стенков. И многим из них удалось эмигрировать. То есть в любой самой страшной ситуации есть возможность выбора. Я уже говорил. И мы ответственны, евреи ответственны за превозношение над неевреями, правда? Неевреи ответственны за что? За свои страны. За свои страны, которые участвовали в истреблении евреев. Поэтому голос крови. Голос крови. Земля Украины, богатейшая земля. Но она проклята. Она находится под проклятием. До тех пор, пока народ Украины не будет каяться. Не будет каяться. И мы тоже должны этому служить. Причем не только мессианские евреи, а все христиане. Все христиане Украины. Хорошо, заканчиваю, да? Можно. Вторая крепость анти-иудейская теология. Теория замещения. Мы будем говорить о ней после перерыва. Добавил субтитры, если не есть. Продолжение следует... ... ... ...